сейчас у нас будет медитация на хвоздях на озере ветер я только что облился водяной водой вот стоит придерка из которого так что я пока сейчас буду согреваться одновременно чаем вот но вам предлагаю потихонечку смотреть на солнышко на восход на мою физиономию или даже бог ну и помедитировать вместе со мной я говорю спасибо волшебная медитация погнали здравствуйте с вами рядом андрей длительность 36 минут двадцать одна секунда расстояние в обществе потребление формирует постоянное чувство неудовлетворенности стремясь покупать еще и еще мы перестаем ценить то что имеем и то что делаем мы начинаем чувствовать себя неудачниками стремясь все исправить и стать успешными потребителями мы вносим в свою жизнь хаос и отчаяние в поисках успеха мы с легкостью меняем друзей профессии места работы и даже семьи но это не приносит счастья происходят эмоциональное выгорание наша неудовлетворенность собой и своей жизни становится глубокой и постоянной от нас уходит радость чтобы ее вернуть надо вернуть себе способность чувствует благодарность при любых обстоятельствах даже тяжелых ситуаций чувство благодарности мобилизует и заставляет двигаться вперед она помогает взглянуть на происходящее со стороны и понять относительность своих страдания чувство благодарности открывает сердце и разум для счастья возвращает способность восторгаться тем что наполняет нашу жизнь и что мы разучились замечать считая несущественным приучаясь быть благодарными мы вновь становимся великодушным и щедры мы вспоминаем о своем бескорыстие и сострадании чувство благодарности чудесным образом возвращает нам способность быть искренними и открытыми для мира и других людей слове спасибо заключена магическая сила способная преобразить и изменить к лучшему нас нашу жизнь принимая и осознавая истинную ценность всего того что в ней происходит как же вернуть себе способность испытывать благодарность очень просто при каждом удобном случае говорите спасибо вы удивитесь количеству возможностей произнести это слово не упускайте ни единого момента своей жизни и говорите спасибо тем кто вас окружает длительность 40 минут 50 секунд расстояние 3 километра благодарите жизнь землю звезды пищу которую вы едите научите этому своих детей и они никогда не будут чувствовать себя несчастными приучитесь также испытывать благодарность за те достоинства которыми обладаете это дар ценность которого трудно переоценить радуйтесь этому богатству приумножайте и развивайте в себе все светлое это очень важно испытывать чувство благодарности за каждое мгновение жизни очень скоро станет вашей привычкой на уровне рефлекса люди приучившие себя быть благодарными в один голос отмечают тот факт что качество их жизни значительно улучшилось спасибо это действительно волшебное слово давайте начнем произносить его прямо сейчас закройте глаза и мысленно повторяйте за мной я говорю спасибо за то что я живу я благодарю этот прекрасный мир за его красоту и щедрость я говорю спасибо за возможность видеть эту красоту и наслаждаться ею я благодарю и ценю каждое мгновение своей жизни я благодарю и ценю каждое мгновение своей жизни я благодарю всем кто готовит эту пищу для меня и для других людей я благодарю всем кто готовит эту пищу музыку которую я люблю слушать за то что она поднимает мне настроение и наполняет меня волшебной позитивной энергией я благодарю людям которые создают эту музыку и исполняют ее я благодарю прочитанные интересные книги за мечты и мудрость которую они мне подарили покатить или их новое я благодарю Hampir я благодарю людям которые написали эти книги я благодарю прекрасные фильмы за возможность сопереживать и сострадать я благодарю прекрасные фильмы за возможность сопереживать и сострадать Я благодарен людям, которые создали эти фильмы и снимались в них. Я благодарен за бесценный дар испытывать любовь. Я говорю спасибо всем людям, которые любят меня и которых люблю я. Я благодарен за все моменты счастья, которые были, есть и будут в моей жизни. Я благодарен за возможность видеть счастливыми своих детей и людей, которых я люблю. Я благодарен каждому спасибо и каждой улыбке, которые дарят мне те, кого я даже не знаю. Я говорю спасибо за способность помогать всем нуждающимся в моей помощи. Я благодарен за все достоинства и таланты, которыми обладаю. Я говорю спасибо за возможность использовать эти дары по благо себе и другим людям. Я благодарен за способность заниматься творчеством и обогащать им мир, в котором я живу. Я говорю спасибо за возможность делать то, что мне нравится, и испытывать радость от результатов своего труда. Я благодарен за доброту, с которой встречаюсь в своей жизни. Я благодарен за все, что со мной происходит и дается мне в данный момент. Очень хорошо. Наша медитация подходит к концу. Я уверен, что вы чувствуете себя прекрасно. Вы можете открыть глаза, а можете не открывать их, оставаясь еще какое-то время наедине с собой и с этой красивой музыкой. Вы можете продолжать говорить спасибо событиям, обстоятельствам, которые произошли в вашей жизни. Друзья, спасибо. Спасибо за внимание. Как вам нравится? Длительность 50 минут 21 секунда расстояния 3 километра. Так, ну что, друзья, это вообще мегапозитивная аппетитация, направленная действительно на выравнивание нашего состояния. Можно зайти в нее просто со слезами, с недовольством, с обидами и выйти буквально через 10 минут с абсолютно противоположным состоянием. Вы сами видели, как в результате этой медитации солнышко взошло, вышло, здесь за туч, стало подогревать, согревать, стало вообще настроение подниматься очень хорошо. Я думаю, что такую медитацию можно слушать вообще не обязательно где-то там в какой-то позе, лежа или еще как-то. Ее можно в принципе включить в машине, например, пока едешь на работу куда-нибудь. Либо можно включить в наушниках, пока идешь куда-то от одного места до другого. Буквально 10 минут и состояние абсолютно меняется. Честно скажу, что именно вчера писал пост об этом в нашем клубе «Час Побед» и рассказывал про челлендж, про клуб, про метавселенную, которую я сейчас создаю. И как раз первая часть, первый пост был про то, что наш клуб как раз вот состоит из противоположностей тому, чему учат нас с детства. А с детства нас учат смотреть на свои ошибки. Когда мы учимся в школе, нам всегда показывают. Вот здесь не так сделал, вот здесь букву неправильно написал, вот здесь что-то там не так сделал, здесь не доучил, здесь не рассказал, здесь забыл. Нас подсознательно постоянно учат смотреть на наши ошибки, на наши недоработки. Отсюда мы потихоньку-потихоньку начинаем фокусироваться только на негативе, только на том, где мы недоработали, только на том, где мы ошиблись или где мы провалились. И таким образом все наши мысли о себе – это только сугубо негатив. Исходя из этого, мы перестаем вообще замечать положительные результаты, положительную динамику. Мы всегда ее вообще либо не замечаем, либо занижаем, либо считаем, что это там какое-то чисто случайное событие. И как раз это мешает каждому человеку быть счастливым здесь и сейчас. Ему всегда кажется, что что-то должно произойти, чего-то нужно дождаться, что-то должен ты купить или получить какую-то материальную ерундовину, после которой ты будешь себя чувствовать счастливым. Но зачастую это приводит к тупиковой ситуации, когда человек получает то, что хотел, или может быть даже больше, но при этом не становится счастливым. Может быть, он становится счастливым, как, знаете, в детстве получаешь подарки, и ты можешь быть счастливым, там, ну, один день-два дня поиграл ты с этой рукой, и дальше она просто валяется, как и любая другая. А ребенок говорит, нет, вот следующую надо купить, следующую, вот сейчас точно буду счастливым. Опять день-два поиграл, опять валяется, никому не нужная штука. И вот так вот каждый из нас живет, каждый из нас концентрируется только на негативных частях нашей жизни и перестает в себя верить, перестает быть уверенным в себе, перестает двигаться, мотивация падает, просто апатия, депрессники и еще больше уверенности в своей никчемности. Поэтому клуб Метавселенная Час Побед, который я сейчас создаю, в которой я создаю робота, который помогает людям выходить из таких подобных ситуаций, он как раз основан на том, что мы вытаскиваем, мы выворачиваем все, чему нас научили, мы выворачиваем наизнанку, а точнее эту изнанку обратно выворачиваем в нормальное состояние, в котором каждое действие, которое мы выполняем, отмечается в качестве победы, поэтому оно и называется Час Побед, потому что там все пропитано победами. Каждое действие, которое ты совершаешь, потихонечку, помаленечку, маленькими шагами, не урывками, не прыжками гигантскими, не волшебным образом, а работа над собой, работа над своим сознанием, работа над своим пониманием, принятием, работа над тем, чтобы увеличить свою уверенность, увеличить свою мотивацию и в конечном итоге научиться быть счастливым здесь и сейчас, поменять свой образ жизни, поменять свое мышление в этом плане. Я приглашаю вас на челлендж Час Побед, он ведется где-то 66 дней, ну не где-то, а точно 66 дней, а где-то только потому, что это фактически начало, ключ к изменениям и, конечно же, можно проходить его и два, и три раза и вообще на постоянку сделать его частью своей жизни, так как я сделал это я. Я уже два года и даже больше иду по этому принципу и очень хорошо поменял свою жизнь, потому что сознание и понимание вообще этих вещей фундаментально, и я понимаю сейчас разницу между тем, как я мыслил раньше и тем, как я осознаю вообще мир, состояние сейчас того, что происходит. Я всем желаю вообще научиться именно так мыслить, именно так осознавать свою жизнь, все, что в ней приходит, все, что у вас есть, и научиться здесь и сейчас, что бы вы ни имели, чего бы вы ни не имели, научиться понимать свою позицию и научиться быть счастливым уже изнутри, потому что счастье в нас уже заложено изначально, мы рождаемся счастливыми. И только потом общество и наше воспитание нас загоняет вот в это негативное положение, в негативную точку зрения, где мы не видим ничего остального, ничего хорошего. Вот, заходите в ссылки, часпобед.т.ми, это в телеграме, ну и там, соответственно, будет ссылочка на челлендж в Загребе где-нибудь, ну или спросите у ребят, которые уже находятся в клубе, уже находятся в этой метавселенной, являются частичкой. Ну и все, друзья, по традиции, несколько секунд природы, солнышко, которое у меня вышло, и буду прощаться.